Там, когда зарождалась дискуссия о том, то есть, во-первых, о численности, но, в принципе, и по поводу численности я, например, с тобой согласен, что главный параметр, по которому можно оценить миссинг, это численность людей. По поводу того, что в 90-е все слушали, стояли там, кто-то пытался дискусировать, кто-то нет. Сейчас есть интернет, послушать, что говорят ораторы, можно в интернете, и зачастую делаются какие-то публикации перед митингом. Люди уже идут, как бы их прочитав. И мне кажется, большинство людей не слушают, потому что уже приходят туда все, зная многие вещи. Ну, а если даже, ну, то есть, сам процесс слушания на митинге, он не настолько ценен. Можно послушать в интернете, это все будет записываться. В то же время на митинг приходит много людей, с которыми можно пообщаться, причем с ними как раз, можно в толпе там подискутировать. Это более ценно для тех, кто приходит на митинги. Да, ну вот, в связи с митингами, да, тоже интересная тема, да. Ведь постоянно возникают какие-то бодания со Смольным, да, которые, ну, не секрет, что, в общем, в последнее время санкционированный митинг в Питере – это рейкласс. То есть, да, то есть, даже там те гайд-парки, так называемые, которые они отвели по проведению митингов, да, будет принят закон о митингах в 14-м, что вы говорили, или в 13-м, да, даже там согласовать какую-то акцию практически невозможно для, там, оппозиционной какой-то силы. Да, тем не менее, всегда происходят какие-то такие бодания, да. Активисты требуют, чтобы согласовали, например, не знаю, Дорцовую площадь, или Масовое поле, или что-то еще. Смольный предлагает им какой-то удаленный парк, да, или, там, не знаю, Банюстовский деревень и так далее, да. Активисты не соглашаются, в результате проводят какую-то согласованную акцию, да. При этом, как бы, ну, становится понятно, что, на самом-то деле, в нашу эпоху, как бы, интернетовскую, да, уже, в общем-то, все митинги, по сути дела, проходят в интернете, да. Вот, то есть, суть важна, да, то есть, где он будет проведен, на центральной площади или в парк. Численность важна, вот, опять же, в интернете не видно вот этой вот толка. Я, вот, знаете, какой хотел вопрос прояснить, потому что Иван, вот, я, например, раз подчеркнул, выступая, да, что, вот, надеюсь, типа, что я тут показал, что вот эти вот, ну, инструменты, в виде, там, митингов и пикетов, что они могут, ну, какую-то функцию нести, и это не так бесполезно, как кажется. Вот я, вот, скорее всего, не буду таких людей, как я, потому что я, в принципе, в своей позиции не скажу, что, как мне кажется, это довольно все безмысленные мероприятия, ну, вот, в наш, как бы, исторический момент, да. Я просто что хотел узнать, вот, просто, ваше, то есть, отношение к этим всем, то есть, считаете ли вы, что в митинге это бесполезно, и потому что Иван мне сказал, подчеркнул, что, вот, надеюсь, меня, как бы, удалось бы и убедить вас в этом, а вы изначально подсчитали или нет? У меня есть, как бы, комментарий, я сразу могу сказать, просто привести два примера. Вот, митинги нам постоянно пытаются запретить, вот, о чем сказал Иван, на дворцовый митинг не согласуют, потому что на дворцовый он представляет большую опасность для власти. То есть, люди увидят эту толку на дворцовый, как бы. А какой, а вот почему власть ощущает, тем не менее, какую-то, ну, я не знаю, ощущает ли она опасность? А это уже вопрос той самой легитимности, о которой, как часто, либералы любят говорить, о том, что власть чувствует, что она, как бы, не совсем легитимна. То есть, вопрос, как бы, в поддержке, ну, то есть, то, что делает власть, она имеет поддержку среди какой-то части общества. Среди другой части общества она, наоборот, как бы, не то, что поддержка, наоборот, не выступает против. И когда, вот, люди, которые там колеблются в каких-то своих взглядах политических, ну, то есть, и как-то, ну, колеблются, как относиться к власти, видят толпу несогласных на дворцовой площади, на них это действует, как, именно, вот, делегитимизация вот этой вот власти, и, как бы, они, как, их уверенность в том, что власть что-то делает не так, она становится тверже. Вот. И второй момент, я, по поводу полезности, нужны ли митинги или нет, все-таки, если их запрещают, значит, они, вот, для власти представляют какую-то опасность. Я приведу пример с выборами, которые нам разрешают в них принимать участие, очень многие люди ходят на выборы, и ничего не меняется, потому что, как бы, вот, это можно, пожалуйста. То есть выборы не запрещают. Только не всех кандидатов есть. Вот, да, это понятно, что система создана. Женя, все. Я просто вот про места хотел сказать, что, конечно, если там, мы будем где-то проводить митинги на универе, но это одно, а Дворцово, это, конечно, как, не знаю, Майдан, они же все, когда говорят, типа, про митинги, они очень часто считают, что вы хотите, там, второй Майдан, на них это страшно, ну, это символизм некий. То же самое там революция, она начала происходить, ну, все люди пошли туда, к зимнему, это некая такая, как, даже когда было 26, все пошли туда, ну, уже уровень опасности для них повысился, как бы, потому что это реально, вот, одно дело, вот, где-то там деревни проводить, и другое там, и это чисто, вот, психологически. Ну, мне кажется, вот, дело не опасность, или, как сейчас там говорилось, делить геметизации, гегетизации, то есть это самое. Тут же дело в том, что существует довольно инертное, поддерживающее, существующее правительство, неважно какое, наше или не наше, оно вообще существующее, вот, она, главная, это, justement, хоррик currytis, инертная, прослойка людей, и поэтому, если это делаете на людном месте, то вот эта вот, инертная прослойка, она перестает быть инертной, и просто она начинает задумывать, как золото, я поддерживаю правительство, мои родители там, поддерживаю там, мои, там, сосед поддерживает, а тут оказывается существуют в стране какие-то отдельные люди, которые, Он с каким-то недовольством приходит по поводу существования нас, то есть, поэтому это может запрещать. Вот здесь, смотрите, вот... А можно, Даня, высказать? Вот я хотел сказать, по поводу того, что ты сказал, начальство, ты считаешь, что митинги, они, общественно, бессмысленные? Я так считаю. Вот я хочу вот немножко заострить внимание на том, что сама поэзия митинга, она как бы очень широкая. Потому что митинг, да, это как бы вот есть власть, да, есть одна субъективность, и на нём есть ответ другой субъективности. Он выражается там, где нет свободных выборов, да, как раз лучше всего на митинге. Поэтому митинг – это как бы такое явление, ну, как бы, которое просто будет происходить по объективным причинам. Потому что просто потому, что люди, эти политические, когда субъективность, они хотят это выразить, да, они как бы в этой символической форме, как бы, её производят. Но тут же дело в том, что, как бы, в митинге, как там, как бы, и принципным образом скрыта, как бы, энергия революции, на самом деле, во всяком, во всяком митинге. Даже самым мирным, потому что митинг, он, как бы, проверяет на прочности саму, как бы, всё и символическую, и материальную систему. Ты сейчас говоришь именно больше о самой концепции. Да, да, да. И поэтому, как бы, поскольку митинг рост, да, и внутри этого, как бы, крупного явления есть класса разных различий, и мы не всегда, как бы, знаем, на какой именно из этих различий мы попадём, когда мы пойдём на митинг. Поэтому я считаю, что, как бы сказать, на всякий случай, поскольку это революционный шанс, это, как бы сказать, имплицитное проверение на прошлость системы, где она содержится, да, он имеет смысл, и имеет смысл, потому что, как бы, из такого варианта, я не знаю, как слово наше отзывается, я не знаю, может, что будет, когда мы вынесёмся в реальное физическое тело. Можно мне в принципе немножко, да, на правах всё-таки лептого, да. Значит, смотрите, тут очень интересный вопрос вообще затронули, да. Есть такое, вот, очень частое противопоставление, да, реальных дел, как бы, да, и каких-то символических действий, да. Вот, например, забастовка – это реальное дело, да, то есть, люди прекратили работать, да, там, штрейкбрехеров прогнали, значит, добились… Ты уже в трёх раз просил слово, что это за слово? Брехеры – это те, которые во время забастовки игнорируют в профсоюз и продолжают работать. То есть, во время забастовки, они как бы… Ну, либо это, либо какие-нибудь сторонние работники, работодатель привозит, например, чтобы заменили бастовщик. Во время проводят забастовку, добиваются выполнения своих требований, да. Отлично, реальное дело, да, да. А есть митинг, который вообще представляет символическое, на самом деле, действие. Ну, вот, 26 марта, например, значит, после того, как на Марсовом поле люди собрались, большая толпа, значит, откуда вдвинулась, да, она вдвинулась не в Смольный штурмовать, да, она вдвинулась, там, не в Ренинский дворец захватывать, да, она вдвинулась на Дворцовую площадь, значит. Почему? Потому что Дворцовая площадь, да, является, как бы, таким местом символическим… В 2017 году кричать «Долой царя!», как бы, на площади передимым дворцом, это, как бы, очень такой сильный символический жест, да, потом, значит, пройтись по Невскому, да. Ну, по Невскому, когда прошлись, действительно, да, я видел людей, которые… Да, я его режу, я выпил тебя в слово. Значит, которые выходили, значит, там, и видели огромную толпу людей, которые идут и скандируют, там, «Долой царя», да, я видел, как у многих просто лица так вытягивали, «М-м-м-м-м», как бы, да, вот. То есть, да, это… Вегетационное такое значение имело очень мощное, да. Но я, на самом деле, хотел уйти от этого противопоставления символического и реального, да, потому что с точки зрения политики, да, вот, политической силы, политической организации, да, на самом деле, вообще вся наша, вся политическая деятельность, она проходит в сфере надстройки, да, в сфере, не знаю, информации, символов и так далее, да. Для профсоюзника забастовка не то же самое, что забастовка для политического активиста, который участвует в этой забастовке, да. Для профсоюзника забастовка – это способ добиться повышения зарплаты. А для политического активиста, который участвует в подготовке забастовки, может быть, он является тем же самым профсоюзником в одном и том же лице. Но с точки зрения политического активиста, да, забастовка, успешная забастовка, да, это подтверждение действенности вот этой левой идеологии, да, что, там, опираясь на солидарность, можно добиваться много чего, да, и можно указывать на эту забастовку и говорить, вот смотрите, да, рабочие профсоюзники, значит, там, объединились, добились все обтадатели повышения зарплаты, а если в масштабах всей страны объединяться, то и социализм построят, да. То есть забастовка для политика – это аргумент, да, на левом политике. Это аргумент в идеологическом спорте. Во-вторых, для политической силы, которая участвует в забастовке рабочих, там, оказывает ей какую-то поддержку, готовит ее и так далее, эта забастовка имеет тоже очень важное символическое значение, да, вот когда, там, революционная рабочая партия, да, участвует в забастовке какой-то, да, или организует ее, она, как бы, говорит, посмотрите, мы, как бы, вот наше, там, то, что у нас название есть «рабочие», это действительно так, да, мы, действительно, вот, как бы, настоящие рабочие, рабочистские, просто неспосходные люди, вот мы с народом, да, это такая очень, как бы, очень сильный аргумент, да, что мы, действительно, представляем людей, да, вот мы, действительно, с рабочими, мы боремся вместе с ними за их интересы, да, мы сами рабочие. Вот, то есть, это все равно, как бы, да, что бы ни делала политическая организация, что бы ни делали политические активисты, кроме, может быть, момента восстания, да, и свержения власти, в случае, там, с революционерами, или момента выборов, в случае, там, с реформистами, да, все, что происходит до этого момента, да, это деятельность, которая протекает в пространстве идеологии, агитации, символического, и так далее. Это не значит, что это какие-то, какая-то демагогия, риторика, там, и так далее, да. Да, митерги – это церемониал, да, определенный, но это не значит, что этот церемониал не выполняет важных функций. Вот, как я вижу, митинг, значит. Вот, человек, он же не выходит просто так, ему что-то не нравиться, у него какая-то проблема. Вот, соответственно, какая-то несправедливость. Вот, соответственно, он вышел, ушел, несправедливость продолжается, соответственно, выходит больше народа, потому что, ну, ему, по-моему, этот митинг организует какой-то политик, вот. Соответственно, для меня политик видится в роли как адвокат, вот, который помогает организовать дело. Вот, соответственно, митинг разрастается. Ну, еще один, например, да. Ну, вот, как мы говорим, ваша автомата, да, чем одиннадцатый, так будет. Вот, соответственно, еще один митинг, еще один митинг, еще один митинг. Ну, и пока проблема не разрешится. Соответственно, поэтому митинг не нужно. Вот. Мне кажется… Ну, я немножко упрощенно подошел. Да. Я, может, забыл уже некоторые свои эти тезисы, которые хотели. Ага. Ну, я бы чуть-чуть тебя поправил, да, в том смысле, что митинг сам по себе, да, как правило, да, проблемы не решает. Да, вот, правильно, Сережа заметил, что митинг – это, знаете, такой, ну, у многих видов животных есть там какие-то, не знаю, брачные танцы, да, или, там, какие-то, например, агрессивные танцы, да, когда два, там, не знаю, кота, например, встречаются, начинают друг на друга шипеть, поднимать, значит, эту самую шерсть и так далее, но при этом не дерутся, как бы. Они оказывают друг на друга психологическое воздействие, да. Вот митинг – это, как бы, такой суррогат революции. Мы, как бы, показываем власти, да, что, вот, как бы, мы уже на улицу вышли, да, потому что недовольны. Но это демонстрация проблем, да? Да. Эта демонстрация не только проблем, это демонстрация того, что… Что можно посмотреть, как все подсомнения вопросы проблемы. Вообще, это подсомнение, как бы, существующий порядок. Это, по сути… Просто намекается, что он может быть другим. По сути, в нашей культуре, да, вот мы, когда там смотрим, когда это африканская, как-нибудь там, индийская культура, да, И там, ну, допустим, какое-то племя выполняет, значит, исполняет, там, какой-нибудь боевой танец, да. Вот митинг, как бы, такой, своего рода, боевой танец. Вот мы вышли исполнить боевой танец, чтобы показать власти, да, что мы недовольны, как бы, Мы уже настолько недовольны, да, что не пишем у себя, там, в блогах о том, как мы недовольны, да, там, не подписи собираем, да. Подписи, но блог подписи, в принципе, похожи на то… Это тоже сомнение. Чей-чего как раз хотел вспомнить? Это, это… Это… В том самом… Да, то есть… Дбюро, которые принимают вот эти недовольства по своим поводу. Да. То есть, знаете, вот в блог подписи обычно любая общественная компания, она идет, там, от менее радикальных действий, да, к более радикальным, например. Но начинается она обычно с петиции. Вот есть требование, оно написано, да, публикованное где-то в интернете, да, есть онлайн-петиция, и люди ставят свои подписи. И власть, в принципе, может точно также судить по количеству подписей, о том, насколько актуальна проблема, сколько людей поддерживают ее и так далее и тому подобное. Почему бы и не заменить тогда открытые митинги просто сбору подписей? Да, символическое значение митинга, оно, как бы, здесь очень важно, да, потому что люди не просто там ставят подпись, да, они ради того, чтобы вот решить, чтобы выразить свой протест, да, они в одном случае, да, там, там, просто ножками своими собственными, да, приехали, как бы, дошли и вышли на площадь и взяли плакат, да, и, значит, начали исполнять боевые тайны. Это показывает, да, это показывает, что они, как бы, ну, как-то мотивированы, намекают власти на то, что затем они, может быть, и завидуются, да, вот. А если митинги несанкционированы, то они показывают, что они даже готовы пойти на риск, там, не знаю, задержания, да, как бы, вот, это уже, как бы, несанкционированность, да, она уже, значимость митинга повышает. Она повышает значимость, да, вот к вопросу, почему власти митинги запрещают, она и повышает цену протеста, да, то есть у него у протеста есть цена, да, человек, который идет на согласованный митинг, чем он рискует, да, он рискует, да, он рискует, ну, например, что его там увидят, как-то, не знаю, заснимут на камеру ФСБшники, как-то работодатель узнает, что он был на этом митинге, и его, может, там, не знаю, проблемы на работе возникнут, или, там, друзья, там, скажут, а что это ты ходишь по митингу, да, если он идет на несанкционированный митинг, его могут еще и свинтить, а в каком-то совсем уж нехорошем случае, вообще, и... Ну, следующий такой механизм действовать, я об этом подумал, скажу, в 26-го, когда мы там, когда вот, вот, толпа уже ушла на них по городу, и что-то там как-то вот спонтанно перекрылось, ну, там не специально перекрылось, просто там образовалась какая-то вот такая вот, ну, толпа людей, которая заткнула там какой-то проезд, и там, соответственно, была милиция, значит, со своими этими самыми призывами, давайте, граждане, так, давайте, этакое, это самое, и, соответственно, из толпы, то есть, послышались такие, как бы сказать, милицепрятные в сторону правоохранительных органов, то есть, там, как бы, слова и, как бы, вот эти оскорбления и так далее. И в такой ситуации, ну, абсолютно понятно, что милиция не может свинтеть вот этих вот овощих на нее, ну, нецензурно, именно так, полуцензурно людей, и просто тут, как бы, опасность следовласти такого вот этого всего механизма происходящего, что люди на таких мероприятиях, они видят, что, оказывается, какие-то вещи могут, ну, оставаться, как бы, безнаказанными. То есть, если, если, вот, как бы, стать толпой, то те, кто в центре толпы, их не повяжут, потому что до них просто не пройти. И, как бы, это, я думаю, имеет некоторые психологические эффекты, потому что оно, как бы, вот, выносит за эти шаблоны, то есть, как бы, вечного вот этого страха ответственности и так далее. Потому что, ну, понятно же, что обычно, когда, как раз, и собирается человеческая толпа, то и начинаются всякие беспорядки. Потому что один человек в беспорядке, он редко начинает, да, там что-нибудь громить и так далее. А вот, когда собирается большое количество людей, то видно, что, ну, то есть, как бы, это просто людей толкает в сторону чуть более активных, противоправных, по точки зрения вот, нелегитивных, как мы говорим, властей, действий. Ну, и, да, еще важно, вот, что я, может быть, не успел отметить, да, это, ну, если мы говорим о политическом активизме, да, и мы понимаем, да, что политический активизм, он связан с тем, что мы, как бы, собственно, собственное сообщество, да, собственную организацию, собственно, политический лагерь, стремимся расширить, да, как бы, завоевать больше, там, политический вес, да, чтобы в какой-то момент этот накопленный авторитет, да, эту общественную поддержку, ее можно было, как бы, превратить в реальную власть, да, либо, там, через эволюцию, либо через выборы и так далее, да, то есть, кто-то всегда в результате этих митингов получает некий символический капитал, да, и обычно, кстати говоря, об этом тоже нужно поговорить, тоже важная тема активистская, да, очень часто, например, оргкомитеты бывают, да, вот, когда много разных организаций, много разных активистов готовят какой-то митинг, да, у них всегда, там, возникают, потом, долгие споры о том, разрешаем ли мы флаги, или мы запрещаем флаги, или какие-то флаги мы разрешаем, какие-то флаги запрещаем, там, и так далее, да, это все связано с тем, кто получит, вот, этот самый символический капитал в результате митинга. Обычно это инициатор, да, тот, кто инициировал это мероприятие, тот, кто делает это высказывание, да, которое собирает толпы народа, да, либо тот, кто больше вывел людей, например, да, то есть, вот, есть большой митинг, большинство участников его никаким партиям не принадлежат, да, но какая-то, какая-то организация выводит больше людей, да, и поэтому нужны флаги, чтобы показать, что вот, как бы, смотрите, сколько у нас народу, да, вот, и это показывает такой вот, ну, на большой, вообще, гражданский митинг, смотрите, в левую колонию идет столько-то народу, да, в либеральную столько-то, да. Ну, я вспомнил, что НБПшники так делают, у них каждый человек с флагмастой. Кажется, что их много. Они делают совершенно правильно, да, я знаю случаи, когда на какую-нибудь демонстрацию, там, люди выходили к каждому пришедшему в выдавале, там, по два флага, да, чтобы казалось, что дороги еще больше, да, но это важно с точки зрения представительства. Каждая политическая партия стремится к представительству, да, доказать то, что она, за ней реально стоят какие-то общественные слои, да, доказать, что ее политически, что она действительно может претендовать на что-то, да, может, либо через выборы, либо через массовую мобилизацию, да, если по призыву Навального уходят большие толпы народа, да, это показывает, что Навальный это не просто какой-то маргинал, да, вот, если, там, не знаю, в Питере, тоже, да, на самом деле РСД по питерским меркам является, ну, достаточно такой солидной организацией, ну, ближайший наш аналог, там, в либеральном лагере, там, какое-то движение весна, да, вот, мы можем в каких-то случаях, там, вывести несколько сот человек, да, вот, но понятно, что, конечно, с Навальным мы, там, все левые вместе взяты и тебя целим, да, вот, ну, это уже другой вопрос, да, вот. Нет, это очень правильно было сказано, скажем, как тренировочный такой аспект митингов, потому что вот тех людей, которые ты вспомнил, которые кидали, там, думовые шашки в правоохранительственные органы, но вряд ли они на митинге были первый раз, то есть, вначале они пришли, посмотрели, ага, вот тут вот так, тут так, как нужно себя вести, то есть, как бы, и потом уже шашечки пролезли, да, потом уже, как бы, и, как бы, и, там, ряда, там, майратор начинается. То есть, конечно, да, вот, то есть, как бы, вот это вот роль в митинге играешь, что люди, как бы, вообще привыкают к такой вылеченной деятельности. Опять же, да, тут, смотрите, интересно, ну, сейчас, извините, последний парадик пришло, очень же часто футбольные фанаты, они оказываются в разных странах в центре каких-то таких околополитических каких-то демонстраций и так далее. А все почему? Потому что не вот эта вот культура какого-то такого протеста, да, она уже изначально будет вот в этом, как бы, как бы, суббольном активизме и заключается, поэтому их не нужно учить, поэтому они, получается, как бы, то есть, идеологически они чаще всего очень недалекие, но с точки зрения вот именно за что-нибудь там покидать или что-то поломать или с кем-нибудь подраться, это не всегда. Ну, они скорее инструментом являются, потому что среди них там активно пропагандируется ультраправая идеология. А это где как, на самом деле? Скажем так, вот как раз таки в наших странах восточной Европы, восточной Европы как раз таки футбольные фанаты, да, ты совсем правильно сказал, то есть у нас просто, мы живем в городе, где команда как бы правая, да, но между тем существуют и левые команды, существуют команды, которые имеют традиционную поддержку анархистов и так далее, и как бы внутричь, вот тот же, если Матрин взять, то в Реал это у них правая команда, а Атлетика это у них левая команда. Но в России не так. Да, в России в основном команды правые. Ну да. Еще можно какие-нибудь вопросы? Ну вот мы немного в перерыве спорили о том, влияющей численность действительно таким самым важным фактом успешности митинга. Вот если сомнить, например, митинги, да, 11-12-го года, когда уходили там, ну, по некоторым данным, там, сотни тысяч человек, да, то есть, или, но... Это ты баллы сейчас это не прослушал, да? Баллы. Да, да. То есть, довольно многочисленные, самые многочисленные там милеты и так далее, но как бы, вот, достигли ли они действительно какого-то успеха, то есть, ну, по факту, в конечном счете, или они не доверены к чему, то есть, можно ли я вот тоже чуть-чуть конкретизирую, о чем мы тебе давно говорили, то есть, там немного изначально не про успех был разговор, а была ли реакция власти? Вот, и... Ну, я... У меня мнение такое, что реакция власти была, и она была очень, очень сильная, собственно. Конечно. Да. Да. Просто, как раз, власть поняла всю опасность, и она предприняла очень тщательные меры для того, чтобы это не переросло, а что-то больше. Не, ну, просто это очень сложная опасность, потому что Болотная, она, как всем известно, стала, все-таки большим разочаровательным на самих активистов, ну, то есть, все эти итоги. Но, тем не менее, мы сейчас не это обсуждаем, да, то есть, это, как бы, сложный вопрос, который, там, десять раз, там, еще в себе, это обсуждать можно долго. Но, в таком прямом, то есть, в уровне резонанса, то есть, то, что Болотная стала нарицательным, так это... Да, я, да, я, наверное, сам немножко виноват, да, в том, что я, может быть, мне пояснил, да, что я, по-моему, под успехом, да. То есть, есть успех такой глобальный, да, но если там требовали, чтобы Путин ушел, но Путин не ушел. Наоборот, как бы, там, через какое-то время, там, произошел завинчивый гаек, как бы, там, и так далее. Да, и так далее. То есть, там требовали каких-то реформ и так далее. Да, а хотя, там, какие-то декоративные реформы, там, были проведены, там, упрощенная регистрация партии, что-то еще такое. Ну, вот, и были какие-то либеральные жесты, но, на самом деле, конечно, режим стал, как бы, еще, ну, спер реакцией, да, пусть это было различным подъемом, да. Но здесь, мне кажется, как сказать, митинг – это средство, да, когда мы говорим о митинге, мы говорим о жанре активистской деятельности, да, о неополитической стратегии. Митинг, сам по себе, не является стратегией, это всего лишь форма, да, то есть, ну, как здесь можно сказать. То есть, конечно, митинги на болотной почве, они в историю вошли, да, они, действительно, потрясли очень сильно правящий класс, который, реально, был очень наполнен, как бы, эти истории. Да, и все эти антиэкстремические законы, все эти ужасные, там, мракобесные просто инициативы, которые потом посыпались, они свидетельствуют о том, что власти ощутили уже на горле, да, как-то, пальцы истории, да. Вот, поэтому они, там, не знаю, создают эти Росгвардии, там, проводят там эти репрессии бесконечные, сажают за репосты и так далее, да. Вот, но политическая стратегия либералов, да, которые, в общем, руководили теми митингами, да, она провалилась, да, отчасти потому, что, там, они не смогли подтянуть провинцию в достаточной степени и не использовали, там, не знаю, социальную риторию, которую сейчас успешно, в общем, начинает использовать Навальный, да, мы тогда изучали митинги, лозунги, в общем, про честные выборы, да, но повестка социальная была представлена очень, 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 так, зачаточно, да, то есть они не смогли в это движение вовлечь, как бы, более широкие массы, да, и это первое, да, и второе, конечно, там, ну, вот, Болотная площадь, это был такой вот момент, да, 6 мая, да, когда, ну, какие-то, была какая-то попытка, да, очень вялая, да, и неподготовленная, да, там, превратить эти митинги мирные, да, во что-то другое, там, поставить палатки, объявить, там, значит, сидячую запастовку, да, там, провалиться, построить баррикады и так далее, да, но власти, видимо, в силу решительности, да, с малополитического руководства, да, но они отреагируют жестко, и эта попытка, там, я не знаю, перейти вот протеста к сопротивлению, да, она, как бы, была на корню просто, как бы, подарок. По поводу, ну, я же, что хотел еще ремарочку сделать, я вот тут наткнулся, тоже, там, фейсбук читаю, что, на самом деле, вот, мне было бы жутко интересно почитать, какое-то, вот, именно, исследование Майдана с точки зрения, именно, как феномена самоорганизации, то есть, какой-то, там, вот, то есть, ну, потому что, в принципе, понятно, что там, в каких-то Африках, да, то есть, ну, часто происходит, там, свержение власти и так далее, то есть, так задуматься, десятилетиями мы отделены от каких-то последних вот таких вот изменений власти путем, как бы, общественного самовыражения, то есть, ну, грубо говоря, на площади, то есть, митинг, переросший непосредственно в то, что это переросло, и хотя я абсолютно не поддерживаю, но, произошедшее, это, вот, как бы, сказать, опыт, его нужно изучать, да, то есть, да, то есть, ему нужно писать, как бы, доклады, и хорошее, небольшое исследование, причем, оно должно быть максимально, вот, грубо говоря, отстраненных от оценок, то есть, там, кто был прав, кто не был прав, нас интересует именно социальная, должна интересовать социальная составляющая вот этого вот всего процесса, потому что опыт совершенно уникальный до 21 века. Да, ну, да, если говорить о революции, да, то революция, как бы, это не просто такое простое действие, там, много людей вышло на площадь, и, значит, они свергли власть. То есть, последнее, что я помню, это в Югославии, когда там, выборы, там, они, там, выборы, то есть, грубо говоря, признали что-то одно, а народ вышел и сказал, не-не-не-не-не, на выборах было так-то, так-то и так. Да, но нужно, ну, все мы помним, там, Ленинское определение, революционная ситуация, когда верхи не могут править по старому, да, они не желают жить по старому, да, и в случае с, там, я не знаю, с, вот, такими-нибудь югославскими протестами, да, там, люди, там, вышли на площади, да, там, недовольные коррупцией в правительстве, например, да, Но, если правящий класс един, да, он посылает полицию или довольных людей, там, жестко подавляет, да, как это на болоте произошло, да. Если правящий класс расход, да, то, очевидно, ситуация может быть другой, да, тогда, может быть, этого президента, там, я не знаю, попытаются убрать, как бы, да, там, будут лавировать разные группы элиты, то есть, ну, в общем, революция происходит не потому что, не просто потому что массовые девушки на площади, да, То есть, тут гораздо более сложные, там, совокупности, процессы, вот, ну, да, в общем, они не говорят, у каждого здесь не все равно их, но, да, они не говорят. Ну, кстати, вот, говоря вот про активизм, можно же сказать, что политические активисты, ну, чтобы, ну, там, митингов бы, говоря, перерос что-то больше, они политические активисты, они стараются задействовать социальный активизм, ну, как бы, вот их тоже, чтобы они приняли участие в каких-то политических процессах, или вот как? Ну, разница между социальным и политическим активизмом, она, на самом деле, очень, я так это разделил листочек на две части, да, на самом деле, это, эта граница, она очень размытая, да, то есть, ну, например, там, я не знаю, те же дальнобойщики, да, которые изначально были просто там социальщиками, да, которые там представили против конкретной проблемы, Платон, да, которые говорили о своей политичности, да, и, там, дистанцировались от оппозиции, да, потом, когда они столкнулись с репрессиями, да, они, как бы, стали более политизированы, да, зачастую, кстати, если говорить о отношениях социальных движений и политических активистов, они постоянно взаимодействуют друг с другом, да, но это взаимодействие, оно, отчасти симбиотическое, да, отчасти очень конфликтное. Социальщики всегда подозревают политических активистов в том, что они хотят просто попиариться за счет, как бы, их, значит, проблем, да, и, ну, так они происходят, они отчасти правы. Да, политические активисты считают наоборот, да, что социальщики пытаются использовать их, как какую-то, там, не знаю, пехоту, да, инструментализировать их, да, и, там, там, при этом пытаются, там, не знаю, совхемительно запретить флаги, да, там, запретить политическую агитацию и так далее. Но здесь тоже, да, есть такое дилектическое, да, единство, да, социальный протест может превратиться в политический, да, политический протест всегда, ну, как бы, его основой является какой-то социальный протест, да, то есть, ну, в итоге-то, в общем-то, и политики, и социальщики говорят, ну, об одних и тех же проблемах, да, только на разных уровнях обобщения, да, и ставят несколько иные задачи, да, то есть, задача социальщиков вот здесь и сейчас сделать, чтобы было лучше, да, задача политических активистов заключается в том, что нужно системы поменять, каким-то образом, да, провести какие-то политические реформы, да, и изменить ситуацию более кардинально, да. С точки зрения политактивистов, социальщики – это то, что называют «наша социальная база», да, вот, и там, как-нибудь, левые идут, там, к профсоюзникам, да, имеют в виду, что там профсоюзы – это школа коммунизма, как бы, да, что профсоюзы, да, что профсоюзы должны, как бы, это естественно, там, поддерживать социалистическую какую-то организацию, да, для социальщиков это не всегда очевидно, да, то есть, социальщики вовсе, там, профсоюзники вовсе не считают, что, как бы, они там, у них школа коммунизма, да, они, как бы, зарплату хотят подать. Нет, ну, вот, Иван, а я хочу спросить, ну, вот, понятно, почему мы, допустим, против Платона, но, грубо говоря, потому что было совершенно разных политических лагерей, сил, да, то есть, минусов, совершенно разные, то есть, грубо говоря, сами формулировки, почему Платон это плохо. То есть, вот, мы считаем, что, вот, как без бизнеса, которая должна заниматься тем, что, ну, куда, чинить деньги, на, соответственно, на наши, там, налоги, да, или, там, на это самое. У кого-то там претензии, что там бизнес неправильно ведется, у нас же нет таких претензий. То есть, мне кажется, что, просто имеется в виду, что вот этих вот политических сил три, то есть, грубо говоря, вот, кто-то говорит, запретите Платона, вот, нахмедите, говорят дальнобойщики, и в них все, на этом мы все останавливается. А вот, почему, почему это не должно существовать, вот, в нашем обществе, в нашей системе, в нашем государстве, вот, это уже целиком положительное положительное плечо, как бы, нарушавших активистов. Да, потому что разные политические силы, да, и стремятся в любое, там, социальное движение внести элемент своей идеологии, да. Это, кстати, очень заметно, очень смешно выражается в случае с грантозащитниками, да. Грантозащитники, они, что, борются против сноса старинных зданий, да, каких-то, защищают память. И так получается, что леваки обычно защищают здания в стиле конструктивизм, там, Балканную подстанцию, там, фабрику Красное Знамя, на Петербурге и так далее, да. Либералы обычно, там, какую-то древолюционную застройку, а националисты, которые тоже в этом участвуют, да, они почему-то очень любят кладбище, да, был конфликт от Фарфоровского кладбища, да, там пришло много нациков, потому что кости наших дедов, значит, там, русских, там, выкапывали земли, там, и так далее. То есть здесь, конечно, каждая политическая сила пытается свою какую-то идеологию внести во всё это, да, и, конечно, либералы будут за вредность Платона обосновывать одним образом, вредность совсем другим образом и так далее. Это естественно, абсолютно. Да, по поводу Платона тоже вопрос. Почему протестуют дальнобойщики, понятно, они не хотят платить. Ну, то есть для них, возможно, чрезмерный этот налог, то есть они, но они не поднимают дискуссию о том, чтобы его там уменьшить, они его хотят совсем отменить. Я так понимаю, что политические активисты дискутируют на тему о том, почему все эти деньги с Платон и Дутер Дренбергу, почему они не идут в какие-то социальные фонды? Правильно я понимаю ситуацию? Ну, здесь, смотри, да, с одной стороны, конфликт очень понятен, да, крупные какие-то перевозчики, да, крупные компании, как бы они заплатят Платон, да, он ударит прежде всего по тем мелким предпринимателям, у которых там в собственности есть одна-две этих фоя, да, там, какое-то небольшое количество, которые... То есть вот крупные компании выплачивают этот Платон, а так этот Платон, как бы, как дополнительное, вот эта Платона ложится вот на этих подрядчиков, да, которые... Нет, крупные компании, за счет чего его выплачивают? А я просто вообще не понимаю, так если для начала, за счет чего, что это за абсурдный Платон? Ну, существуют налоги в стране, как бы, на что-то там дороги ремонтируются, ну, просто, 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 просто... Ну, причины этого сбора, непонятно. Я структуру, как бы, немного ознакомился со структурой, и те, кто вводили этот налог, те же, там, лоббисты Рупенберга, они говорят о том, что подобные налоги существуют практически во всех европейских странах, это действительно так. Да, такие налоги есть, здесь вопрос дискуссии, ну, и, в общем, лично я склоняюсь к тому, что, наверное, такой налог должен быть, вопрос в его размере. Конечно, разумеется, конечно, да, все остальное упирается в кофейные цифры. Для меня, например, как политического активиста, я не дальнобойчик сам, как бы, понятно, что... Для дальнобойчика другой взгляд. Для меня, основная проблема, что вот эти огромные деньги идут к Роману Крутенбергу, Вместо того, чтобы идти на социальные фонды, на строительство новых дорог, извините, у нас Сибирь вся без дорог, а деньги... Нет, у меня совершенно другой фирмен, что я ничего в принципе не понимаю, то есть как так, что почему за дорогу должен платить тот, кто по ней ездит? А ты считаешь, что должен платить тот, кто по ней не ездит? Да нет, я считаю, что все должны платить бюджет за все, а бюджет за все нам это делает. Нет, смотри, вопрос, что кто-то ездит больше, кто-то ездит меньше, да, платить все одинаково должны, где это, а вот в чем. Я считаю, что да, дороги разбивают не легковушки, дороги разбивают коммерческий транспорт, на котором, собственно, капиталисты или мелкий буржуа зарабатывают. Нет, ну смотри, может не очень корректно, например, другого не могу придумать сейчас на ходу, да? Вот это то же самое, что ты говоришь, что как-то так, что медицинское страхование платит вся, а лечится один больше другого. То есть, кому надо тут и лечится, кому надо тут и ездит. Ну, здесь, смотри, я не готов сейчас прямо это изложить позицию по поводу Платона, я не помню, у нас были тексты на этот термин, да? Значит, здесь, с одной стороны, вот мы общались с кастерными длиннобойщиками еще когда-нибудь первый раз пытались доставать, да? Я так понимаю, что это, в основном, представители мелких компаний, да? Для которых, действительно... Даже не компания. Ну, даже не компания, да, а индивидуальные предприниматели, да? Для которых, действительно, это путь к разорению, да? У них, может быть, есть там несколько наемных работников, которые у них там работают неформально, да? Которым они там зарплату платят налоги, да? Либо сами объездят, значит, да, и возят продукты на этих флуках, да? Таких людей довольно много, да? И для них, конечно, этот налог... Ну, они говорят, что они просто боевым нужны прекратить, как бы, этот бизнес, да? Их забастовка, да, она, на самом деле... Ну, ни к чему она не привела, я не могла ее привести, вот так вот... Это был такой жест, чисто символический, да? Потому что, ну, понятно, да, есть крупные эти логистические компании, да, в которых, в собственности, есть там десятки-сотни автомобилей, в которых работают наемные водители, вот, которые, как бы, так или иначе, будут, как бы, возить этот продукт, продукты и так далее. Оборот другой, да. То есть, пострадают, да, пострадают мелкие магазины, да? Пострадают мелкие предприниматели, да? То есть, с их точки зрения, да, это налог разорительный. Это, по сути дела, ну, вот, когда крупные корпорации, да, уничтожают мелкие бизнесы, да? Как я понял, то есть, как бы, как это все, что, почему такая, как бы, ну, сильная протестовая волна, что у них, как бы, это тело так исторически, ну, так сложилось и заведено, что очень много перевозок ложится на плечи вот этих вот ИПшки, у которых две фуры, или одна фура, или дядя Вася, который купил фуру и ездит. То есть, там они в численном количестве, очень много таких вот представителей, как бы сказать, вот этого, на которых это будет. То есть, их там, ну, десятки процентов. Вопрос в том, опять же, да, существование этого такого полулегального, да, сектора, да, где платят серые зарплаты, где там практикуется всяческая, ну, еще кормопица и так далее, да, вот этого мелкого такого бизнеса, да, с точки зрения древних, ну, не знаю, как бы, да, вот. То есть, вообще, в принципе, как бы, с точки зрения работников, которые работают, этих индивидуальных предпринимателей, как бы, ну, я их заведу. Я просто, к чему это все еще, все еще мелко, ну, что, конечно, в конкретном случае, да, ну, как бы у нас вот в индустрии происходит, допустим, у нас, как бы, на полтора процента, как бы сказать, повышают, грубо говоря, такой, налог, и из-за этого, как бы, доходы падают в два раза, да. Точно так же и с дальнобойщиками. То есть, там платон на сколько-то увеличился, и поэтому они сколько-то зарабатывали, там, 30 тысяч рублей, а 100 там зарабатывают, там, ну, и 2 тысячи рублей. То есть, как будто бы проблема решается, что мы вот этот вот зазор сделаем больше, так, чтобы они зарабатывали так 80, а так 70, и все будут счастливы. Но дело же не в этом. Дело в самой, как бы, ну, порочной системе всего вот этого механизма. То есть, конкретно, конечно, они завольны тем, что им нечего жрать. Да? И если бы, как бы, у них бы все равно с новым платоном в их, там, реально экономической ситуации оставались какие-то деньги, то они бы нигде на улице не стояли. Но это же не говорит о том, что вся проблема решается просто увеличением, грубо говоря, доходов этих людей. Проблема решается пересмотром систем, порочной, по тем или иным пунктам. Смотри, здесь, во-первых, как бы, нужно смотреть... Анатолия, ты можешь, наверное, не снимать? Да нет, почему? Пускай, бумага сейчас тебе открыта, а Лен, там что-то не будет. Потом удалим. 300, прибыли выше. Это подобно тому, как агрохолдинги вытеснили фермеров, ну, практически везде в мире фермеры, если они где-то существуют, там, в Европе, например, только благодаря тому, что для них либо льготное налогообложение, либо вообще они датируются государством. Потому что в Америке фермеров уже практически нету, потому что, ну, вот именно капиталистически они неэффективны. И если говорить про мелких перевозчиков, здесь аналогичная ситуация, но надо задаваться вопросом, нужны ли эти мелкие перевозки, потому что, да, это рабочие места, это какая-то социальная база для людей, либо это неэффективно, то есть пусть лучше будут крупные перевозчики, а эти люди будут задействованы другой какой-то отрасль производственной. Ну, это первый вопрос, я не говорю. не принимаю какой-то источник зрения, просто озвучиваю проблему. И если мы исходим из того, что нам, ну, нужны вот эти мелкие перевозчики, можно задаться вопросом, что для них, может быть, налоговая база будет смягчена. Потому что, опять же, крупные корпорации могут платить этот платон, они его платят и, как бы, для них, ну, вполне логично оставлять. Третий вопрос – это, собственно, почему все доходы от Платона идут к Ротенбергу, а не на дороге, собственно, и не в социальные фонды. Вот я бы этот вопрос поставил на первое место в данном дискурсе, именно с точки зрения левого. А уже, как бы, на второе место социалку, на третье место налоговая. Я согласился бы с этим, да, потому что, ну, с одной стороны, да, есть вот действительно классический марксистский ответ. Вот там этот Маркс, по-моему, значит, о критике «Водской программы» пишет о том, что, как бы, там, социал-демократическая партия, как бы, мелким крестьянам ничего предложить не может, как бы, она может и только сказать, что, там, с развитием капиталистического производства, значит, ваши мелкие порцеллы, как бы, будут уничтожаться, вы сами станете пролетариями, и вот тогда-то вы сверните капитализм и добьетесь несчастья, да. А вот, потому что, ну, объективно говоря, так, крупное производство действительно эффективнее, да, мелкий бизнес всегда существует, ну, только в силу того, что, вот так, как фермеры, они представляют какую-то такую символическую ценность для США, ну, как же США и без фермеров, да. Ну, это, по-моему, все-таки некая крайность все равно, вот, то, о чем ты говоришь, что марксизм, он очень радикален, он склонен к неким крайностям, опять же, если говорить о… А, да, да, ну, с реальной политической, там, точки зрения, да, понятно, что там никакие немецкие социалы, демократы к христианам так не говорили, да, если там начиналось какое-то крестьянское движение, то они предлагали какие-то другие, менее суровые, так сказать, предложения, да, потому что, ну, реально, ну, нельзя игнорировать, там, тех же дальнобойщиков, много людей работает в этом секторе, да, и многие сочувствуют, да, и мелкий бизнесмен – это, знаешь, такой персонаж, которого, с одной стороны, все любят, с другой стороны, он всегда страдает, это, с одной стороны, почти, как бы, простой человек, да, который собственными руками, там, делает свое счастье, там, пытается выбраться из вищиты, который вчера был рабочим, сегодня он, как бы, мелкий предприниматель, завтра он опять может быть рабочим, да, вот, сам сидит, там, за этой баранкой, как бы, там, ну, то есть, он такой положительный герой, как бы, в отличие от Роттенбергов и крупных каких-то компаний, да, и с точки зрения политической организации, конечно, нельзя просто сказать, там, там, ну, что, мелкий бизнес не эффективен, поэтому крупные корпорации, ну, не на самом деле. Многие маршисты так и говорят, собственно, поэтому и поддержки у них немного. Вопрос очень смешно поднимал, тут недавно сидели, не помню, с кем раз, кто-то из наших, да, что это в русском фейсбуке я не нашел, но очень бы хотелось бы, наверное, нужно, в американском фейсбуке тогда смотреть на других интернетах, какой-то манифест, ну, или такую резолюцию, осуждающую, или как-то, наоборот, поддерживающую, вот такое, как бы, происходящее в нашем мире сейчас, как бы, течение, мобилизацию, мы все знаем, что это такое. И в данном случае, в данном случае, вот эти длинно-бочки, это та же самая мобилизация, и вопрос о том, как мы вот оцениваем таким образом трудоустроенные силы. То есть, вот такой вот, действительно, стройной, вот, как бы, резолюцию на эту тему, я бы с удовольствую считаю. Ну, это, грубо говоря, когда, грубо говоря, работающий в какой-то отрасли человек сам находит себе без, ну, соответственно, без усвойства на работу, сам находит, ну, напрямую люди работают с людьми. То есть, это такси начало происходить, когда, вот, грубо говоря, нету службы такси, а просто, грубо говоря, есть служба, которая сконтачивает людей, готовых возить, и людей, которым нужно ехать, и все. То есть, вот такая вот самоорганизация. Получается, ну, эксплуатируют, как бы, соответственно. Ну, вот, как бы, вот это бы и хотелось, как бы, услышать. Там формальные, там вот расформальные и неформальные занятости. Получается, что основная, основная масса вот этих вот таксистов, которые будут работать, это не профессиональные таксисты, которые танцуют. Это люди, которые, может быть, там, вечером, там, подвомбись, что там... На собственной машине. Да, на своей машине, за которую, где надо давать. В чем для меня, в чем для меня, в чем для меня, как бы, грубо говоря, такая загвоздка этой проблемой. С одной стороны, первые, кто жутко против этого всего, да? То есть, этого процесса, это сами таксисты, у которых идет профсоюз. Потому что как-то так. Мы профессионалы, мы учились, мы работаем, у нас, как бы, профсоюз, ну, как бы, это самое. И тут какие-то вот эти самые... Но, не профессиональные. С одной стороны, потому что они приобретят, как бы, сказать, ну, реально существующему, как бы, классу рабочих, да? Ну, в классическом вот этом, вот, например. С другой стороны, это, действительно, прекрасный пример, как бы, самоорганизации и, как бы, отсутствие, непосредственно, эксплуатации каким-то отдельным заторм-капиталистам, соответственно, рабочего труда, то есть, когда человек от продуктов не отчуждают результаты. И это, на самом деле, очень сложный, поэтому вопрос, вот, как бы, сказать. Нет, ну, потому что они, они же платят, что ли? Все равно, все равно, их стрибут точно так же, вот, вот этот Uber и... Кстати, Uber сейчас дороже. Фальсвагена стоит. Просто я, например, как потребитель, я всегда пользуюсь Uber, потому что он дешевый. Вот, для меня, как бы, основной критерий. И, с другой стороны, есть много, много водителей, не таксистов, которые... Которым очень нравится Uber. Как это замечательно, когда он едет, там, после работы, он может еще похолдать. Это, на самом деле, это очень похоже на рассеянную минуфактуру, да? То есть, когда есть какие-то кустари, да? Которые, собственно, там, не знаю, у себя вызвав, там, ткут холсты, да? А есть, значит, контора, которая этот холст у них скупает, как бы, да? Вот, но которая, там, навязывает им какие-то цены, да? Ну, по примеру, не очень... Почему? Нет, мне очень похоже. Потому что... Сегодня есть Uber, она оборудована в разных спектрах. Или будут... Здесь кустари, а у них, как бы, ты хочешь сказать, что неэффективное производство, но, ну, слабо эффективное вот у этих пустарей, оно очень продоемкое. А если мы говорим о вот этих вот непрофессиональных таксистах, у них эффективность производства точно такая же, как у профессиональных. Нет, ну... Он точно так же крутит баранка. Каждый, 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 каждый... Такое количество времени. Есть свои аспекты. Это неважный момент. На самом деле, ну, насколько я понимаю, большая часть... Сейчас таксисты, кстати говоря, вот, увольняемка людей с завода, да, рабочих. Одна из самых распространенных правительств это таксисты, да. Они работают на своих машинах, да. И во всех большинстве служб такси, на самом деле, которые есть, да, большая часть водителей это не... Ну, есть одна категория водителей, насколько я понимаю, которые едят на машинах, которые принадлежат... Таксопарку, да. Таксопарку, да. Таксопарку, да. А есть на своих. А есть те, кто таксует на своих. То есть здесь, ну, как? По сути, это уже похоже, да. То есть там, как в классические времена, происходило создание фабрики. Начало существует рассеянная мануфартура. Все крестьяне ткут холст, купец у них скупает холст. Потом купец начинает предъявлять крестьянам какие-то там требования. То есть должен быть холст такой-то, да. Такие-то параметры качественные, да. Вы, значит, пожалуйста, тките вот, например, такой холст, да, который... Они начинают работать потом на каких-то инструментах, которые предоставляют капиталисты, да. Потом, значит, их собирают всех под одной крышей, как-то, да. Появляется мануфартура, да, и потом появляется уже фабрика. Да, то есть происходит концентрация производства. А здесь получается... Наоборот. Да, происходит обратный процесс. Поэтому я сказал, что пример не похожий. И тут еще важный фактор, наверное, в том, что лет, там, 15-20 назад таксист – это был квалифицированный рабочий, ну, то есть, права должна быть, там, стаж, рождение. А сегодня таксист – это низкоквалифицированный рабочий, потому что права есть у каждого второго. Права. Да, но с точки зрения рабочего, почему, как бы, Uber вводит... Второй говорит, деконцентрация производства, да. Потому что... И сдержек меньше. Меньше и сдержек. Водители у них в штате нетрудоустроены, да. И не нужно платить вносы за них в социальные фонды, да. И нужно им платить зарплату, да. Нужно просто стричь с них купоны, да. Вот. И, соответственно, как бы, ну, с точки зрения таксистов, да, в общем, профсоюзы против очень сильной мобилизации, да. Вот. Потому что с точки зрения работников, то есть, он фактически, да, он работает на Uber. Да. Он ему платит там... Uber у него берет часть его этой приборочной стоимости, да. Но формально он не равный. Никаких социальных гарантий и там прав у него нет, да. Никакого соцпакета у него нет. Более того, эти люди, они друг с другом никак не объединены, я так понимаю, да. Только через этот вот, там, что они... Платформа какая-то интернетовская, да. Да, да, ну да. Вот. То есть, они не могут... Они в таксопарке, они не встречаются, как бы, вот, там... Ну, может, они где-то в каких-то местах там стоят, эти таксисты ожидают там седоков. Но, в целом, как бы, с точки зрения капиталиста это выгодно, потому что, когда все работники сидят под одной крышей в инфарктуре, они могут там профсоюз создать, да. Когда они все, каждый в своей избе работает, да, вот, то профсоюз они создает. А здесь, знаешь, еще нужно посмотреть, вот, ну, как бы, сейчас мы разобрали эту ситуацию, когда вот есть капиталист один, да, и он это все концентрирует. А вот если попытаться как раз с марксистской точки зрения, то посмотрите, когда есть несколько капиталистов, и кто больше всего выступает против убилизации. Больше всего выступают другие таксомоторные компании, у которых издержки больше, и им сложно конкурировать с Uber. Ну, они сами могут стать как Uber, в принципе. А Uber уже есть. Проблема в том, что уже сегмент рынка-то занят. Появляются уже другие, там, Яндекс.Такси... Яндекс.Такси дороже все равно. Но все равно же они еще появляются, и другие приложения, и... Яндекс.Танбул всегда. Нет, ну, вы понимаете, сейчас, если там из других сфер появляются по тем же принципам устроенные... Нет, да, есть сайт типа YouTube, как-то... YouTube, Airbnb... Можно ли яндекс? Пожалуйста, пожалуйста, обращайтесь. Тут вопрос в том, что сами капиталисты между собой уже начинают... Нет, просто я почему-то вот эту тему поднял. То есть, вы говорите, смотрите, у нас же как бы такая вот ситуация в модели, она складывается этими длиннобойщиками. Есть корпорации, в данном случае уже, если мы будем реализовать, с моторными парками, которые, соответственно, имеют связи... Ну, то есть, имеется в виду, могут как-то лоббировать свои ценники... Вот у нас этим как-то... Ну, грубо говоря, они везут еду в супермаркет, там, сеть у меня в магнит. Они ее привозят, да, и как бы... А тут у них поднялся платон, они говорят, вот извините, если не мы, то никто вам его возить не будет, поэтому за следующей неделе картошку нам нужно дороже. А вот эти вот, как бы, у которых была одна фура, они немножко представляются заложниками вот этого, что корпорации могут договориться диктовать, как бы, свои цены другим, как бы сказать, ну, крупным компаниям, а они не могут, и они получаются в пролете. Потому что, ну, как бы, это вложится на их пещер. И вот, то есть, как бы, то есть, по сути, то же самое. И такое может произойти, как бы сказать, и вот с этим сяблогубером. То есть, я просто это привел как модель, вот, ну, произошедшего и причины, почему так происходит. Просто, мне кажется, нельзя вот однозначно сказать, что вот надо делать так, или надо, вот, что там... Ну, хотелось. Нужен некий вот анализ именно... Вот, я и хочу этот анализ. ...посмотреть, вот, какую социальную базу представляют для себя вот эти мелкие дальнобойщики. Насколько она большая? Насколько им сложно переквалифицироваться, например, у других каких-то работников? Понятно, что российское государство современное, оно не будет заниматься переквалификацией, как-то еще. Ну, вообще, проблемы этих людей им не интересны. Это вообще, это вот безумно тоже вспомнилось, да? То есть, на самом деле, когда человек, как бы, изучает какую-то профессию, и более того тратит какую-то, ну, существенную часть жизни на совершенствование в ней, а потом, как бы, она становится, ну, там, нерентабельной, или ненужной, или какой-то, то, действительно, важнейшая задача государства, это, как бы, этого человека переквалифицировать. Ну, там требуется, на самом деле, огромный бюджет. Задание? Задание социального государства. Да, 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 социального государства. Буржуазному государству не интересно. То есть, в России об этом, как бы, говорить вообще не о чем, потому что у нас ни на что денег нет, потому что у нас такие вещи. Но, тем не менее, там, абсолютно первоочередной, вообще, пункт, как бы сказать, вот именно социального уклада устройства, потому что, это, действительно, просто, ну, общество, то есть, жизнь меняется, река меняются, и, действительно, какие-то, как бы сказать, профессии, то есть, перестают быть востребованными. И возникают после этого, то есть, прослойки, да, вот эти, которые, вот, вышли, как бы, из спроса, из потребностей, и так далее, и, в итоге, эти люди, как бы, оказываются просто у разбитого коррета происходит вот эта вся монтажная реализация этих людей. Им не доступно образование. Да, да, и такая ситуация, когда они не могут платить за это образование, потому что они пятно, они лишают возможности себя содержать. Да, то есть, грубо говоря, то есть, они, действительно, они нуждаются в очень больших социальных дотациях. Просто, если все-таки говорить о социальном государстве, там, за которого нет, просто льду, про льду, про это все. Наверное, много, как бы, анархистов не беряло, как бы, все остальные, там, левые, выступающие за социальное государство. Тут, мне кажется, все-таки, генеральный вопрос должен быть именно в эффективности такого производства. Соответственно, если мелкое производство неэффективно, социальное государство должно предложить механизмы трудоустройства этих людей из вот этого какого-то неэффективного мелкого бизнеса переквалификацию, как бы, ну, и заняться этим вопросом. А если говорить о том, что... Ещё-то про этот вопрос и пищевочку пальцев, то есть, это, ну, это требуется действительно и... Вопрос, ну, как бы, в Европе-то этот вопрос, он не лишён до конца, и постоянно, там, и левый, и правый о нём говорят, что же лучше, постоянно поддерживать этих фермеров европейских, или поставить на них крест, и предоставить им возможность переквалификации, перехода... Ну, там хотя бы диалог идёт, то есть, ну, не диалог, а, ну, вообще, как бы, проблема, это, как бы, решается. Ну, в начале, если даже вообще говорить... Там более открытая система политическая, поэтому... Ну, тут вопрос, ну, по демократии эти фермеры, да, насколько я знаю, там, французские фермеры периодически проводят, там, какие-то мощные акции протеста, когда они приедут в полицию своих тракторах, как бы... Эти старома... Стада ветвых выводят... А нас тоже пытались, как быстро остановили. А нас пытались, да, но... Помнилось, что в принципе можно... Да и нужно с доктринёрской точки зрения подходить, да, и говорить, о крупном производстве эффективнее мелкого, да, давайте... Я говорил о том, что... Ну, опять же, мы же говорим без цифр сейчас... Где-то числа 4... Ну, вот, то, что в государском крае происходит, да, и в этом плане приводится к тому, что... Ну, когда-то там были коллеги, да, а потом в какой-то момент там пришли крупные агрохолдинги, и вообще колхозы, там, пои христианцев... Все скупили. Да, и там такая неофеодальная система вообще возникла. Вот, если смотреть на эту ситуацию, когда была в станице Хущевская, да, там был крупный агрохолдинг, да, и были христиане, которые продали ему свои пои, которые, по сути, превратились в крепостных, которых там, не знаю, эксплуатировали, запугивали и так далее, это банда Цапков, да, и были отдельные такие местные жители, такие мелкие фермеры, да, которые не хотели свои эти наделы продавать, да, и таких фермеров там просто убивали, да. Точно так же происходит вот с этими фермерами сейчас, да, то есть они их прочтут против политики крупных агрохолдингов, которых в лучших традициях Англии, там, 17 века, сгоняют с земли, проводят там какие-то огораживания и так далее, да, и, значит, ну, как сказать вообще, мы не против существования крупного там сельского хозяйства, да, но мы считаем, что это должны быть не какие-то феодальные, да, эти фирмы. Ты правильно сравнил с Англией, там, эпохи его рождения, потому что, ну, принципиальная кличка у левых и, там, не у консерваторов, либералов, потому что либерализм может быть еще политический, он во многом не противоречит как раз левым движениям, а если мы говорим именно о экономическом либерализме, а не о консерватизме, то да, идея невмешательства государства, когда доминирует крупный бизнес, она, в общем, приводит к тому, что ты описал, то, что у нас происходит. Если, опять же, ситуацию брать с европейскими фермерами, где есть государство, которое регулирует эти отношения, то есть оно вмешивается в эту экономику, и регулирует тут уже как раз ситуация... Стаск МК просто крупнейший известный владельцем, там даже, назовем, чуть не крупнейший известный владельцем Европы, просто губернатор Стаск МК откачу. Я знаю, я читал. Вот, то есть, и, соответственно... Ладно, давайте возвращаться, что ли, ко мне дискуссия нашей про... Ну, нет. Узились в одном. Ну, нет, мы сейчас свободно уже общались, можно, я думаю, на любую тему даже говорить. Кстати, у меня... Я думаю, может, просто у кого-то есть что-то сказать по теме? По теме... Ну, у меня есть сказать следующее, да. Я почему взял такую тему? Она связана... Ну, почему вообще об этом... Надо как-то рефлексировать активизм, форму активизма и так далее, да. Потому что часто сталкиваются... Я сталкиваюсь с тем, да, что сами активисты не понимают, что и для чего они делают, да. Например, там, я не знаю, вот... Есть там всякие, так называемые, акции первого действия, да. Значит, было такое движение «Сопротивление Министеральных Сейвов» в своем ряду. Питер очень активная такая организация, которая начала, утвердила в моду этот политический акционизм. Да, вот, и они, значит, начали, любили вешать, да, высокие издания, какие-то плакаты, там, ну, там, не знаю... Самые неудачные, которые они вешали, была «почемпись» какая-то, да. Ха-ха-ха-ха, вот. А, значит... Ну, у них-то, акции были довольно крутые, да, но... Почему ДСПА, как бы, да, не стала какой-то какой-то политической организацией, да, вот, в полном смысле слова. Началось с том, что ДСПА, которая занималась только вот этими акциями, да, которая... Это была такая организация очень непубличная, закрытая, да, конспиративная, да, потому что они говорили, мы делали там не очень легальные вещи, да, и, как бы, мы открыты вообще, не быстро шифровались, как будто я говорил,outель чёрные. И они прибегали в черных масках, вешали банду, убегали, рассылали камни, появлялись какие-то материалы в СМИ. Но, по сути дела, это не очень способствовало развитию ДЭСПА как политической организации. Потому что у них была психология, скорее, представление о себе, скорее, как арт-группе, партизанские ячейки или что-то еще. А какова их цель? А вот они думали, да? Спасибо большое. Спасибо за... Я думаю, что... И сегодня-то неплохая, как бы сказать, получилась такая лекция. Но, в целом, я надеюсь, что именно тематика школы активизма, она... То есть, просто, на мой взгляд, как бы, есть гораздо больше... Ну, не то, что более интересных тем, но не то, что очень актуальных, толстых тем, вот в рамках общей этой дискуссии, которые, ну, как бы, важно затронуть. Как-то, например, как бы сказать, какая-то борьба с вот этой вот активистской усталостью, с каким-то разочарованием. Ну, тут, как бы, непахнутые поля. Вот, и всем, кто пришел, как бы, приходите чаще. То есть, у нас, как бы, сегодня Иван, у нас, как бы, собеседников много, всегда интересно. Сегодня, как-то, у нас практически никто не подошел, так получилось. Но, в целом, у нас есть кого послушать. Да, да. Да, кстати, он еще, может быть, потом нам Анатолий покажет. Мы им сейчас делаем тот самый ролик, 12 июня.